В новом формате. Полис обязательного медицинского страхования с 2022 года станет цифровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Цифровые полисы будут формироваться автоматически при рождении человека с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС. Краевая поддержка. Краевое ЗАГС собрание увеличило размер выплат приемным родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 января 2022 года сумма вырастет на 10%. Средства заложены в бюджете региона. Увеличенная выплата коснется семей с детьми-инвалидами, которые посещают детские сады, школы и средние профессиональные образовательные организации. Благоустройство. В 2021 году в Прикамье благоустроено 89 общественных территорий и 216 дворов. На объекты выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей, 721 миллион рублей из федерального бюджета, 330 миллионов из регионального и почти 164 миллиона из муниципальных. На благоустройство территорий в следующем году из разных бюджетов будет направлено более 1 миллиарда рублей. Где кататься? В Соликамском округе до 10 декабря планируется оборудовать 6 уличных катков в родниках Половодова, Тюлькина и 3 в черте города у школ номер 7, 9 и на Анашкином хуторе. Также в городе заработают общественные катки на Воскресенской площади и на стадионе «Соликамск-бумпром» в Паровске. Ответят специалисты. 3 декабря с 11 до 13.00 Соликамские отделения, Центр социальных выплат и соцзащиты проведут прямую телефонную линию по вопросам социальной поддержки и обслуживания инвалидов. Вопросы можно будет задать по телефону 434 05. Продолжение следует...